Почему? Потому что мужчине надо включиться, потом не выключишь, понимаете? У него так психика устроена. Его надо включить. Почему мужчина, женщина не может включить мужа? Потому что она сама такая. Она сама безответственная. Разве у ответственной женщины муж может не работать? Да она его придушит просто. Как у ответственной женщины муж может не работать? Это вообще возможно или нет? Конечно нет. Если муж не работает, значит вы тоже безответственны. Потому что ответственность женщины направляется на мужчину, а ответственность мужчины направляется в общество. Если вы как безответственно к нему относитесь, он разбаловался, он обнаглел, делает, что хочет, изменяет. Это признак вашей безответственности. Вы не можете прилагать к нему силы. А чтобы прилагать силы, надо их иметь. А где силы взять от Бога? Молитесь, получайте силы, мучайте мужа. Замучайте, пойдет сражаться. Будет жить нормальной мужской жизнью. Надоело, блин, Олег Геннадьевич. Работать заставлять не могу. Ну потерпи еще немножко. Потом, когда встанешь, будешь благодарен. Мужчина потом благодарен женщине, говорит, она меня замучила, я пить бросил. Спасибо ей. Нормально же. Это любовь называется. А ходить и делать вид, что ничего не замечают, а не любовь. Это предательство. Но мучить нас с любовью. Как укрепить веру в Бога? Вера укрепляется с помощью отношений. Самый лучший способ упрекления – это общаться с тем, кто верит. Это сильно укрепляет. Но общаться надо с верой. Надо доверять. Вера означает доверие. Есть люди негативно настроены, есть позитивно. Позитивное отношение означает веру. Просто доверять человеку, который верит сильнее, и эта вера переходит к тебе. И второе – это правило. Вот, допустим, некоторые думают, правило – это что-то такое большое. Правило – это очень маленькая вещь. Допустим, вы решили пять минут в день, каждый день молиться. Пять минут в день всего. Кажется, да, ну, пять минут ничего не меняет в жизни. Вы ошибаетесь. Пять минут, но каждый день. Вот у кого пяти минут в день нет? Поднимите руку. Пять минут нет в день. Есть? У каждого человека пять минут есть в день. Это значит, что завтра все с утра пять минут молятся. В чем проблема? Почему вы не молитесь все равно? Потому что у вас нет веры в это и желания. Надо вдохновиться, значит, сначала, слушать лекции. Когда появляется капелька веры, молитесь пять минут каждый день. Начнете пять минут каждый день молиться, захочется десять молиться. Потом двадцать, потом тридцать. Время будет находиться сто процентов. Потому что время находится на том, что нужно в жизни. Начинайте с малого. Допустим, я поздно встаю. На пять минут раньше вставайте. Но каждый день. И потом еще раньше, еще раньше. И так вы выползете из этого невежества. Проблема заключается в том, что люди неправильно понимают, что такое развитие. Развитие — это требовать от себя правильных вещей понемножку, а не сразу ногу. Большинство людей хотят на девятый этаж прыгать. Не надо прыгать на девятый этаж. Олег Геннадьевич, я никак не могу наладить отношения с мужем. А ты пробовала? Нет. А почему? Мне кажется, это невозможно. Начни с первого этажа, с первого шага, с первой ступеньки. Просто сделай первый шаг. Потом второй. Потом третий. На пятом этаже уже поймешь, что возможно. Потому что половина пути уже прошла. Как сохранить отношения, если один из партнеров мужчина... Опять партнеров. Каких партнеров? Вы что, собачки, что ли? Если один из партнеров закрыт для разговора, для того, чтобы он был открыт для разговора, вам надо в своем сердце из партнера сделать мужа. Партнеры никогда не открыты для отношений. Смотрите, есть три типа брака. Брак в невежестве означает партнер, партнерша. Означает сожители. Это брак в невежестве. Означает между вами нет совести совсем, нет веры. Как же тогда вы поможете поменять человека? Между сердцем нет отношений. Сердца не связаны друг с другом. Для того, чтобы они были связаны, надо перевести. Хотя бы брак в страсти, это гражданский, это брак в ЗАГСе. Люди в ЗАГСе расписываются, это в страсти брак. Он благословлен родственниками, обществом, людьми. Когда люди в храме венчаются, значит это уже какой брак? Благостный. Это значит, что они Богом уже благословлены. И Бог будет защищать эту семью. Не даст ей развалиться. Ну хорошо, у вас, допустим, сейчас гражданский брак. Ничего страшного. Это ваш уровень развития. Начните двигаться по маленьким шажкам. Не надо думать, что если я его не отвела в ЗАГС, значит у нас нет возможности жить вместе. Неправильно. Просто первое, что сделаете с помощью молитвы, начните считать его мужем, своим мужем. Как вы думаете, что раньше происходит? Человек раньше считает женой девушку или сначала роспись? Если он женой ее не считает, значит росписи не будет. Как можно с чужой девушкой расписываться? Сначала человек принимает человека, а потом это приводит к закону, закреплению отношений. Надо начинать принятие это. Оно может длиться какое-то время. Когда вы поймете, что это ваш муж, а не партнер, в эту же секунду, я вам обещаю, в эту же секунду, вы сможете начать с ним разговаривать. Он перестанет быть закрыт для разговора, потому что закрытость означает холод в сердце. Вы когда мужем его почувствуете, означает ворота открылись, все. Начались отношения. Принято? Что означает, когда жена требует секса от мужа? Нормально. Ей понравилось просто. Агрессивно требует, с истериками. А мне не хочется. Ну понятно. Кому-то должно не хотеться. Все одно и то же. Вы просто смотрите, как у женщины работает система, как у мужчины. Мужчина с самого начала хочет секса. Почему? Потому что у женщины наслаждение исходит от всего тела. А у мужчины только из одного места в теле. Поэтому, естественно, когда энергия только в одном месте скапливается, хочется, чтобы это место было как-то задействовано. Наслаждение. Поэтому мужчине всегда хочется секса грубого. А женщина хочет отношений, ласки. Это тоже секс, только тонкий, женский секс. Отношения, погладить, поцеловать. Но это не значит, что у женщины грубого секса не бывает. Просто у женщины психика работает по-другому. Она сначала не знает, хочет она или нет. Женщина привязывается к тому, что получает очень быстро. А мужчина привязывается к тому, чего хочет. По-другому работает система. Мужчина хочет самого начала. Потом, когда он получает, он хочет уже меньше. А женщина, когда получает, хочет больше. Это значит, что она распробовала уже. И теперь начала требовать. Вот если муж принес побольше зарплату, чем обычно. Это хорошо или плохо? Это хорошо, женщины говорят. Но в следующий раз ему уже трудно будет приносить зарплату поменьше. Потому что жена его придушит. Она уже привыкла к новой зарплате, понимаете? Женщина привыкает к тому, что ее дают. И потом начинает душить человека. И так, что если ты хочешь побольше сексов заниматься с своей женой, еще подумай, стоит ли так жить или нет. Потому что потом, может быть, ты не сможешь уже такие стандарты держать. Она будет тебя душить. Все хорошие. Мужчины, женщины. Надо возвышенно изучать, возвышенно думать друг о друге, учиться. Возвышенно. Я вновь и вновь хочу прославлять тех, кто служит этой великой, необъятной России с очень хорошими правителями, благочестивыми. С хорошими людьми. Тех людей, которые хотят, чтобы в этой России не было паянства. Есть один удивительный человек, которого зовут Владимир Георгиевич Жданов. Этот человек, вопреки всей алкогольной мафии, пошел ва-банк, не боясь погибнуть от случайной пули, выпущенной от неслучайного человека. Он пошел бороться за народную трезвость в России. Статистика, которую вы не знаете, ужасает. 40% взрослого населения в России в трудоспособном возрасте умирают от пьянства. Страна вымирает. Когда Горбачев, который все так не люди, отменил пьянство и сделал сухой закон, это длилось всего несколько лет. И в эти несколько лет, демографически, в нашей стране рождаемость стала одной из самых первых в мире, а смертность стала одной из самых последних. И тогда ученые задумались и начали смотреть, как с пьянством связана рождаемость. И они увидели, что чем больше литров на душу населения потребления спиртного, тем меньше рождаемость и больше смертность в нашей стране. Фактически, это зелье убивает нацию. Каждый год смертность превышает рождаемость на 500 тысяч. Это значит, что половина вашего города вымирает в год в нашей стране. Это значит, что Крым, который мы присоединили, вымрет через 5 лет. Понимаете, какая беда или нет? Вот этот человек, он в одиночку начал с этой бедой бороться. И вот здесь есть люди, которые борются вместе с ним. Уже тысячи, сотни тысяч людей бросили пить благодаря этому одному человеку. Многое молодых людей присоединяется к этой программе, которая называется «Общее дело», которая была одобрена в свое время Медведевым и наставником президента Путина, отцом Тихоном. Итак, смотрите, здесь есть «Общее дело». Вот это стенд, выйдите в фойе, посмотрите. За указанный период с 1 января по 1 апреля 2014 года добровольцы участвовали в 47 мероприятиях по профилактике употребления алкоголя и табака. Также за указанный период на мероприятиях присутствовало 2020 человек. И так далее. Дальше перечисляются конкретно, сколько разных категорий людей, там 5-40 мероприятий, сколько вузов участвовало, сколько школ и так далее. Мы не будем это все перечислять. Просто возьмите и подойдите к ребятам, которые стоят за столиком. И есть координатор проекта «Общее дело» в Татарстане. И, пожалуйста, помогите им тем, что просто возьмите лекции, хотя бы перепишите себе, переписывайте, записывайте новый диск каждую неделю и дарите кому-нибудь подарок. Когда лекции Жданова начинают слушать, смотреть, люди бросают пить. Это неизбежность. Он обладает божественной силой в этом плане. Он Богом посланный человек. Я видел много примеров, как это происходит. Кто из вас бросил пить благодаря лекциям Жданова? Поднимите руку. Пожалуйста, вот здесь такие люди всегда. Ну вот это такое объявление, которое я сделал. Надеюсь, оно вас не утомило. Чувствую ограниченное желание заботиться о девушке, как о маленьком ребёнке. Супер. Правильно ли это? Очень правильно. Женщине надо раз заботиться, как о ребёнке. Тогда мужчина о женщине, как о ребёнке заботится. Она очень счастлива. Мужчина должен женщину считать пушинкой, которую надо оберегать от всех проблем и опасности. Так должна забота практикать. Женщина хочет именно таких отношений. Женщина же со временем, она заботится о мужчине, как о сильной личности. Но со временем отношения, когда разворачиваются между мужчиной и женщиной, то женщина начинает заботиться о муже, как о ребёнке. И так же считает его старшим одновременно. То есть отношения разворачиваются. Мужчина считает свою жену женой, ребёнком и матерью. Это развернутые отношения. Понятно, да? Так разворачивается любовь. Иногда отношения к жене, как к матери, он спрашивает у неё совета. Иногда, как к ребёнку, он просто гладит её по голове, укладывает спать. Говорит, ты устала, пойдём отдыхать. Это называется любовь. Иногда, как к жене, он обнимает её, целует, ласково относится к ней. Вы хотите таких отношений? Хотите? Тогда у меня к вам один совет. Не верьте, что вы сами сможете эти отношения развить. Это невозможно. Потому что отношения мешает судьба. Она как блок стоит в сердце, понимаете? Чтобы отношения развить, надо больше времени уделять отношениям с Богом. А с Богом можно сконтактировать только через святость, через священное писание, через святое имя, через священных людей возвышенных и так далее. Понимаете? Сила появляется, появляется желание любить. Понятная система? Сила нужна. Нам не хватает силы душевной. Искорка гаснет просто. Она гаснет постепенно. Нужна, чтобы она разгоралась. Мой первый вопрос. Что вы можете сказать о тэ-тэ-тэ-тэ? Ничего не буду говорить. Когда люди задают мне вопрос о каком-то учении, о каком-то знании, о каких-то людях, которые проповедуют это знание, то это вопрос не ко мне. Почему? А потому что надо спрашивать об учении и о людях, у тех людях, которые это практикуют. Вот, допустим, вы хотите узнать что-то о православии. Найдите священника искренне православного, лучше монаха, который серьезно практикует, и спросите им у него, а что такое православная вера, и он вам расскажет об этой вере. Если вы хотите узнать о мусульманстве, найдите очень подвижника мусульманского серьезного. Спросите у него, что такое мусульманство, и он вам расскажет. Вот я, допустим, чтобы узнать, что такое мусульманство, взял и начал смотреть вот этот 30-серийный фильм, о котором я говорил, о зарождении мусульманства. И его снимают подвижники, люди, которые верят в Аллаха, и я начал понимать, что такое мусульманство. Я начал в этом разбираться, чувствовать эту веру. Понимаете? Если вы хотите узнать что-то о ком-то, не спрашивайте того, кто не в этой вере находится, это подвох. Спросите у того, кто находится в ней, и тогда ваше сердце вам все подскажет. Если же вы хотите знать, правильная вера или нет, то есть критерии, я вам могу рассказать. Я не буду конкретно указывать никакую веру, просто есть критерии. Первый критерий. Правильная вера приходит от посланника Бога. И это очень легко доказать, потому что происходит много событий, доказывающих, что это послание Бога. Второе. Правильная вера имеет священное писание, которое не разрушается временем. Если тысячу, две тысячи лет священное писание не разрушено временем, значит, эта вера правильная. Все остальное быстро пропадает и забывается. Третье. Правильная вера рождает святость святых людей. Если есть святые люди, последователи того, кто принес веру, и они совершают неразрушимые подвиги, это значит, что эта вера правильная. Четвертое. Правильная вера передается по цепи от одного человека к другому. Пятое. Правильная вера даёт образование, как верить. Потому что верить очень трудно, нужно знание, нужно изучать этот вопрос очень серьёзно. Поэтому правильная вера учит, в ней есть школа духовной жизни. Идёт обучение постоянно. Неправильная вера. Когда вера неправильная, то человек заявляет, что он посланник. Он сам при этом не следует никаким правилам. Святых людей не появляется. Его учение не меняет сердца людей. Он непроверен временем. У него нет учителя. И так далее. Есть много признаков того, что вера неправильна. Понятно, да? Не надо идти туда, где вы чувствуете, что это не так. Идите в традиционные школы духовные, где всё уже проверено временем. Не ищите ничего новенького. Это очень опасно. Система ясна? О, диссертация целая. Мы с моим молодым человеком встречаемся в 4 года. Всё это время его родители и родственники были против этого. Знаете почему? А потому что вы не проявляли, не топили сердца. Вот смотрите, вот допустим, я встречаюсь с молодым человеком. Что это значит? Что я кусочек наслаждения забрала у родителей. Вот родители наслаждались ребёнком, потом бац, кто-то это наслаждение забрал. Их сын уже меньше общается с ними, он больше общается со мной. Он меньше говорит им тёплые слова. Его тёплые слова уходят ко мне. Как будут родители на это реагировать? Им легко будет это принять или нет? Они наслаждались человеком. Вот допустим, вот представьте, у вас есть собачка, хорошенькая, вы её гладите, целуете, она вам какает на подушку. Вы счастливы ей, счастливы, что она у вас находит. Собачка просто, да? И вдруг вы её прогуливаете, она гуляет, приходит домой. И вдруг вы обнаруживаете, что ваша собачка на улице дружит с другим дядей или с другой тётей. Просто собачка ваша. И она тайком ходит к ней домой, кушает у неё пищу, какает ей на её подушку, а не на вашу. Что произойдёт? Вы когда тёте подойдёте и скажете, стоп, это моя собачка. Возьмёте у неё собачку, хотя она ничего плохого собачке не делала. Она любила, кормила, давала какать на подушку. Она вообще ничего плохого под собачке не сделала, ничего плохого вообще. А вы думаете, это моя собачка, я тебя ненавижу. Потому что ты испортила мне жизнь, ты лишила меня любви с этой собачкой. Потому что она теперь не так сильно меня любит, как раньше любила. Она верила только в меня, теперь ещё в тебя верит. И когда я тебе её гулять не пускаю, она скулит, говорит, хочу туда идти, там тоже моя любовь. Так это собачка, а не сын. Представляете разницу в отношениях между сыном и матерью, и собачкой, и собаководом? Или как там, надеюсь, что не собакоедом. Понимаете, о чём я говорю, нет? Что не надейтесь, что мама не будет страдать от того, что вы полюбили её сына. Это невозможно. Как вы думаете, такие песни петь легко, нет? Не очень, мои хорошие. Потому что тёща же ревнует дочку, к мужу, к её. И она ничего с этим не может делать. Когда она её видит, она ему улыбается, конечно же. Но с трудом. Потому что дочка-то дома уже почти не показывается. Я рада вам, заходите. И поэтому веды говорят, что человек, когда встречается с кем-то, он должен больше сил отдавать его родственникам, чем этому человеку. Потому что от этого человека ты и так балдеешь уже. Туда силы не надо отдавать. Отдай туда, где ты не балдеешь. Трудись над отношениями с родственниками твоего близкого человека. Трудись над этими отношениями. Не удивляйся тому, что родители против. Это нормально. Вот то, что ты не смягчила их сердца, это ненормально. Это означает, что ты уже заранее разрушаешь свою жизнь. Вот смотрите, два человека, когда живут вместе, их то притягивает, то отталкивает. Когда притягивает, в этом нет проблемы, трудности. Вот когда отталкивает, кто вытягивает человека из семьи? Те, кто его любит. Отталкивать пошло, а не его. И все, и тю-тю. Потому что человек же кого-то должен любить. Вот здесь любви уже нет. Что дальше? Куда направляется его сердце? Туда, где его любят. Пошел, 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 пошел. Оп, до свидания. Есть статистика, по-моему, где-то 20 или 30 процентов семей разрушаются родственниками. Это реальная статистика, серьезная. И причина такого разрушения заключается просто в этой желании наслаждаться человеком и все. Которое портит жизнь не только собачкам, но и людям. Поэтому веды говорят, что надо огромные силы прикладывать через волю, через «не хочу» учиться принимать родителей, близкого человека. Они тебя будут мучить однозначно, однозначно. Говорят, это надо так, это так. И говорят, да, это моя мамочка. Все, все, все. Постепенно их сердца успокаиваются, успокаиваются. И в какой-то момент зависть заканчивается. И они начинают вас принимать как одно целое. Значит, вы экзамен свой сдали. Все. А потом, когда отталкивается, их ребенок отталкивается от семьи, они начинают его впихивать в семью назад. Они говорят, это хороший человек, возвращайся, дурак. Лучше себя не найдешь. Смотри, как относится к нам. И он возвращается назад. Трудиться надо над всем. Я не знала, что они против. Теперь будете знать. А он все это время защищал наши отношения. Понятно. Наши отношения начались неправильно. Я верила себе. Ну, понятно. Совсем не по-женски велась я. Признаю, что я очень виновата перед ним. Его семьей. Год назад его бабушка, мамина мама и папа ушли из жизни. Мама после этого начала жить, начала пить. У нее были истерики. Вы знаете, почему так происходит? Потому что когда человек уходит из этого мира в другой мир, его тонкое тело, психическое тело перестраивается в соответствии с следующей жизнью. На эту перестройку требуется энергия родственников. Эта перестройка происходит за счет энергии родственников. А так как мы скупцы, поэтому мы энергию эту отдавать не хотим. И поэтому мы плачем. Зачем ты ушел? То есть ты чувствуешь камень в сердце. Чувствуешь объем работы. Что нужно много молиться за человека. Можно, нужно много о нем думать в это время, когда он уходит в жизни. Ему нужна помощь. Так как мы трудиться в сердце не хотим. Мы лентяи. Поэтому мы плачем в это время. В депрессняк впадаем. Начинаем пить как результат. Почему? Потому что не хотим работать над сердцем. В сердце объем работы показан. Тяжело стало. Родственник ушел. Хорошо. Сделай легко. Выполни свой долг. В молитве очисти отношения. Сделай так, чтобы радость сердца за человека возникла. Кто из вас это сделал? Поднимите. Вы все благословены Богом. Вот эти люди, которые руку подняли. У вас радость уже в сердце возникла. Бог вам сделает такое в жизни, чего вы даже не мечтали. Понятно, да? А те, кто не сделал это и начал пить, это признак того, что они не любили никогда своих родственников. По поводу лекций Дана, мне кажется, стоит акцент сделать для людей, что после его лекций перестали пить и те, кто много пил алкогольки, а вообще, ну по празднику иногда, после его лекций вообще стали быть трезвыми, убрали даже этот минимум. Вот на это акцент хотел бы сделать. Видите, он верит Жданову. Ну, это все мои друзья, в основном, все его братья. Видите, его слова наполнены силой. Мне нечего сказать дальше. Он уже все сказал. Спасибо. Спасибо. После сильной ссоры с мамой, спасибо вам, он сказал, что он всех предал и никого больше не любит. Ни семью, ни меня. Это осквернение означает. То есть, это энергия, она не хотела трудиться, перешло на него. Понимаете, вот нехватка энергии, она распространяется, как снежный ком. Допустим, один человек в семье болеет, все страдают. Почему? Потому что они отдают ему силы. А если бы они молились все, что бы с ним произошло? Он бы вылечился. Потому что, когда человек болен, ему просто нужна сила от нас, и все. Чем мы занимаемся? Ой, я так болен, я не могу. Это значит, ты просто ленивый человек. Просто скупец. Вот, допустим, сын в армию уходит, что мать должна сделать? Я благословляю тебя. Она что-то говорит, ой, я никогда не в армию могу, я не могу. Это значит, она скупая просто. Она скупая на душу, понимаете? Не на деньги, а на душу. Надо молиться за него, у него все будет хорошо в армии. Объем работы возрос. Понятно, что когда была рядом, не надо было так трудиться. Но иногда в нашей жизни надо больше трудиться, а иногда меньше сердцем трудиться. И когда больше, надо это честно принять. А не плакать, пить и еще прочее. И то, как снежный ком будет распространяться. Мать не справилась, на кого нагрузка перешла, на сына. Сын не справился, сказал, я никого не люблю. Потому что любовь, это и есть энергия души. Все, камень наступил в сердце. Надо помочь родственнику, который оставил тело. А сразу два, еще тяжелее. Видите, любое несчастье, когда у людей нет духовной жизни, любое несчастье, все разрушает. Потому что больше камня в сердце становится. Больше трудностей. Мы поэтому, как на волосилке, живем друг с другом. Чуть-чуть какие-то трудности, там кому-то ногу отрезали, все, я с тобой жить не буду, ты инвалид. Понимаете, чуть-чуть трудности наступили, до свидания, все, прощай. Ну, ничего, вот он так себя ведет. Это значит, что у вас такой объем работы. Надо больше молиться. Он ушел. Мы не разговариваем, 4 месяца. Но я пишу ему в интернете, это нормально, каждый молодец. Молюсь за него, отлично. Его семью, за умерших, рост, молодец, отлично. У меня, сейчас будем смотреть, что дальше происходит. Не то, что она там делает, все закончилось. Сейчас посмотрим, что дальше происходит. У меня нет ощущения, что мы расстались. Первое, что происходит. Компакт произошел. У меня нет уже этого ощущения. Замечательно. Хочется что-то делать для него, для них сделать. Замечательно. Есть чувство, что эта ситуация нехорошая, и нельзя ее просто так оставлять, объем работы. Верю, что если будет на то воля Бога, то он вернется, а если нет, то нет. Супер. Они хорошие люди, это с душой контакт идет, они хорошие люди. Им сейчас тяжело. Не они сволочи все разрушили, они хорошие люди. Что я могу для них сделать еще? Удача уже живет в вашей судьбе, и нечего добавить. Могу сказать, что вы еще можете сделать. Больше контакта со святостью. Не верьте в свои силы. Верьте в то, как действует святость через человека. Читайте священные писания. Все уже делается само. Не обязательно даже говорить, что это для них. Не обязательно это говорить. Просто делайте эту работу. Больше молитвы, больше священных писаний, больше мыслей о святости, о чистоте. Сердце камень будет таять. Вспоминать будет человека уже все больше легкости в воспоминаниях. Все больше, все больше, больше. В какой-то момент бац! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго, долго спорил с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Долго, долго плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Понятно, да, система? Победа приходит потом в жизнь. Победа приходит. Расскажу вам несколько случаев. Одна женщина рассталась с мужем. Ее муж, он даже не захотел оплачивать ее обучение ее ребенку. Его ребенка пришлось отдавать в какую-то плохую школу. И она страшно страдала от этого. И она начала, у нее не было веры, она просто повторяла, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И мысленно настроилась на святого человека. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья постоянно. Что произошло буквально через неделю? Муж звонит и говорит, я хочу оплатить обучение своему ребенку. Вторая ситуация, которая пришла сейчас на память. Это было в Омске. Одна женщина, у нее была такая уникальная ситуация, что сын болел таким психическим заболеванием, такой шизофренией, что он запирался во время приступа, никого не пускал в дом. Если кто-то пытался зайти, он сразу же совершал, пытался совершить суицид. То есть пытался себя убить. И в это время он ничего не ел. Вот представьте ситуацию, сын запирается в своей квартире, ничего не ест, никого не пускает. И потихоньку умирает. Что делать? Мать начинает просто, я желаю всем счастья, кланять святому человеку. Не было своей веры, не было своей молитвы. Просто я желаю всем счастья и кланяться, и кланяться. День и ночь. Проходит 2-3 дня всего. Сын звонит, мама, я хочу тебя видеть. Мама берет лекарство, берет еду, идет к сыну, звонит, открывает ребенок. Никакого суицида, впускает ее. А у самого просто нет ничего в лице. Он просто как труп ходячий. И она готовит ему пищу, не трогает его, просто готовит. Повторяет в своем сердце, я желаю всем счастья. Накрывает ему на стол, подмешивает таблетки в еду. Он начинает все есть, постепенно трезвеет. Несколько дней он выходит из приступа. Так она спасла ему жизнь. Это реальный факт. Почему это произошло? Потому что она действовала правильно. Знание побеждает судьбу. А если бы у ней была еще вера своя, и она конкретно имела отношение со святостью, тогда это бы в 10 раз быстрее еще произошло. Мы неправильно живем просто, понимаете? Мы живем и страдаем. Он меня бросил. Что делать, Олег Иванович? Как ему сказать, что вернулся? Она никак не скажешь. Сердце свое направь к нему. Почему мужчина живет со мной, и у нас нет секса? Мужчина с тобой живет или муж? Он говорит, что сам не знает, почему так. Кончился секс просто. Что вы думаете, всегда будет, что ли? Почему мужчина входит в стриптиз-бар? По этой же причине. Секс надоедает же. Вот у вас нет духовной жизни в семье. Вы не занимаетесь сексом вместе. Сколько вы позанимаетесь сексом, чтобы он не надоел? Ну, позанимайтесь какое-то время. Потом это будет просто ритуал. Подергались, проснули. Никакого удовольствия, все. Не будет удовольствия кончиться. Все. А он просто честный человек сказал, не хочется с тобой секса. Некоторые нечестные, просто не говорят. Дергаются по привычке. Никто вам не говорит же, да, об этом, правду. А я вот честно говорю. А он честно сказал, не хочется. И ходит в стриптиз-бар. Знаете, почему так происходит? Потому что люди счастья не там ищут. Вот и все. Они понимают, что любовь – это такое глубокое чувство, которое отшибает всякое желание секса вообще. Когда люди начинают сердцем любить друг друга, у них и секс возникает, как само собой что-то. И он нужен не всегда. Нужен иногда просто. А иногда люди настолько возвышенно живут, что секс вообще не нужен. И они счастливы бесконечно живут. Не то, что они обделяют друг друга. Нет. Как один человек встретил меня, Олег Геннадьевич, я слышал, что вы пиво не пьете, мясо не едите, сексом редко занимаетесь, или вообще не занимаетесь, я не знаю. Так смотрит на меня. Мне очень жаль. Мне очень жалко вас, Олег Геннадьевич. Хороший человек, лишили себя всего. Митя, я такой несчастный, что прямо уже умирает несчастье. Все, и схудал, и страдался, и все, и умирает. У нас на передаче в Киеве, была передача детская, меня просили с юмором говорить о вегетарианстве. Там прямой эфир был, и один человек в прямом эфире, такой вижу его, как бы, слышал голос, а он видит мое лицо. И он говорит мне, без мяса жить невозможно. Я ему говорю, впервые, на украинском телевидении, в прямом эфире присутствует мертвый доктор. Потому что я мясо не ем уже 20 лет. Я уже давно умер, но при этом участвую в прямом эфире. Такие чудики встречаются, прям я не знаю. Брат мужа страдает алкоголизмом, не работает, 34 года нет девушки работы. Как родители, близкие могут помочь? Вот смотрите, на нем воплотилась карма рода, карма семьи. Это объем работы просто, и все, как помочь? Вот некоторые думают, что он таким и останется всегда. Это заблуждение. Надо просто начать честно, правильно жить свою жизнь. Как происходит изменение? Первый шаг, победа над судьбой, ваши родственники меняться начали. Нет, самый первый шаг. Вам стало хорошо в жизни, и вы способны всех прощать. Первая победа над судьбой сделана. Дальше. Родственники потихонечку начали меняться, близкие. Вторая победа. А потом дальше дальние родственники начнут меняться уже. Дальние родственники начнут меняться. Не разок позвонила дочка брата-мамы, которая живет в Израиле. Я с ней не виделся много лет, порядка 30 лет. И она начала слушать мои лекции. Потом узнала фамилия Тарсунов, что-то знакомое. Потом смотрит в интернет. Блин, дедушка к один к одному. Я на дедушку, по-моему, делюсь скорее не похожа. Дедушка к один к одному. Так это же мой брат двоюродный. Начала искать контакты. Звук. Аля, как это твои лекции? Я не ожидала. Представляете, так доходит до дальних родственников. Доходит вот эта сила постепенно. А их меняются судьбы уже. Просто молитва все меняет в жизни. Откуда она нашла мои лекции, непонятно. Начала слушать, даже не зная, что это ее родственник. И раз, и начала жизнь меняться у нее. Представляете, так действует молитва. Она все шире, шире распространяется. Начните это делать. По крайней мере, даже если у вас не хватит сил сделать так, чтобы он не пил, то по крайней мере сердце ваше будет спокойно, что вы сделали все для него. Бог будет рад за вас. Понимаете? Иногда мы можем победить полностью судьбу, иногда нет. Но надо делать все, что возможно, и делать правильно. Что мы можем сделать для него? Просто живите лучше вы сами. Честнее, больше духовной практики, больше молитвы. Озеро чистоты, озеро счастья будет распространяться. Приводится такой пример. Родственники, как ветки одного дерева. И больше всего невежественные люди чем занимаются? Они пытают веточки веточкой наслаждать. Они пытаются шуршать друг с другом, понимаете, обмениваться нектаром через пчелок. И таким образом они думают, они смогут поддержать вот это счастье в родственной жизни. Но на самом деле дерево питается через корни. Корень находится вот здесь. Когда человек начинает повторять молитву, то в корень дерева родственных отношений входит питательная влага. и в результате все веточки наполняются счастьем. Понимаете, как система работает или нет? Только так она работает. Она никак иначе не работает. Не надо ой-ой-ой будь спокойнее, спокойнее, все будет хорошо. Инфаркта не будет. Садитесь, начинайте молиться. Разок моя сестра, родная сестра, моя мать и отец ехали к родственникам на Урал. в машине. Я только начал изучать духовную практику и начал молиться. И я почувствовал в этом силу. Я чувствовал, что это сильная вещь. И в какой-то момент среди дня я просто иду по улице, так иду, так раз. И я понял, что сейчас я потеряю отца, мать и сестру, буквально через пару секунд. и в этот момент я сосредоточился на святости и начал, остановился и начал молитву свою. Я молился, 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 в сердце, все хорошо. Приезжают, рассказывают, едем по дороге. Навстречу выворачивает КамАЗ. Мы дальше заворачиваем, он с трещиной полосы, он на нас едет, мы дальше, он на нас, мы дальше, он на нас. И мы летим в кувет, а он промазал, буквально чуть-чуть. Машина в кувете во враг влетела и встает на все четыре колеса без единой помарки, царапины и уезжает из этого врага и едет дальше. Такая ситуация. Другую ситуацию опишу. Я работал медбратом в клинике, учился в мединституте. Ко мне подходит одна из преподавателей, которая знает, что я изучаю эти вещи и говорит, слушай, я в такой печали. Мне мама приснилась ночью и говорит, я умираю. Я думаю, блин, что за фигня какая-то? Перевернулась на другой бок и начала дальше спать. Потом пришла к маме в соседнюю комнату с утра, она уже умерла. А почему она не шла так же молиться в этот момент, как я начал, когда узнал о том, что происходит? В чем разница заключается? Разница заключается в том, что у нее не было знания, а у меня было. Вот и теперь делайте свои выводы. как относиться к свекрови, если она при общении часто сливает негатив? надо сделать вода сливает и все. Когда сливают, что делать? Или заткнуть, чтобы вода стояла. Один вариант, когда сливают что-то, там же вода накапливается. Один вариант заткнуть и будет вонять все время. А второй вариант так. Как там? И все чисто опять, все нормально. Это не просто так сделать, конечно, это я так пошутил. в этот момент, когда кто-то начинает ругаться, нужно и внутренне, и наружу дистанцироваться. Я вам сейчас приведу пример, который вам даст понимание. Допустим, у близкого человека наступает гнев. Гнев передается через глаза. Первое, что нужно сделать, вы поняли, что пошел гнев. Что такое гнев? Неконтролируемое состояние, в котором человек не соображает, что делает. У него избыточное чувство правды в этот момент, и он этой правдой пытается тебя заглушить. Что нужно делать? Нужно не смотреть в глаза, первое, чтобы сохранить спокойствие, потому что ты никак не сможешь ему помочь и не сможешь ему ничего объяснить в это время. Второе, что нужно делать, нужно сматываться. И это надо как-то объяснить. Например, извини, я захотела сильно в туалет. Надо побежать в туалет и закрыться изнутри, потому что гнев, он длится недолго, всего 5-10 минут, и он начинает гаснуть. Посидели в туалете, 10 минут выходите, уже всё полегче. Какой? Другой способ — это уходить от общения. Есть только один способ. Гнев победить невозможно. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите. Три типа поведения. Первый тип поведения — попытаться доказать во время гнева это невежество. Второй способ — пытаться успокоить. Это страсть. Третий способ сматываться — это благость. Потому что успокаиваться можно человека также и на расстоянии с помощью молитвы. А? Отключать телефон, отключать телефон, да. Сказать, извини, что-то у меня пропадает звук. Связь. Кончилась связь. Обманывать хорошо в этом случае, нормально. А? Они перезванивают. Перезванивают? Ничего страшного, пускай перезванивают. Я была в туалете. У меня был запор. Три часа, что ли? Ну, всякое бывает. Три часа. Начальник надо плакать. Начальник ругает, надо садиться и плакать. Если женщина, допустим, если мужчину, мужчина ругает, надо как бы надо сдаться полностью. Когда человек гневается, надо сдаться. Полностью сдаться. Все, я виноват. Когда человек виноват, он, значит, не страдает. Все. Страдание от сопротивления происходит. Если вы не сопротивляетесь гневу, согласны со всем, страдания нет. Сдавайтесь сразу. Вы окружены. С гневом сопротивления нет никакого. Это проверка на смирение. Несмиренные люди разрушают свою жизнь, когда на них гневаются. Смиренные люди просто сдаются. Спасаются бегством или смирением. Одно из двух. Или уходят внутрь себя или снаружи. В Бхагавадгите говорится, что в это время надо втягивать, как черепаха втягивает в панцирь ноги и остается только камень. Хочешь, бей в него, хочешь, не бей. Это твои как бы трудности. Черепаха ничего не сделаешь, потому что она втянула все в панцирь. Точно так же человек все чувства втягивает в панцирь, и становится виноватым во всем. Что бы ни скажи, во всем виноват. Во всем виноват. У меня есть один друг, который занимается серьезно сейчас духовной практикой, но он раньше сидел в тюрьме, причем с очень серьезными преступниками, и он выжил там. И причина, почему он выжил, он научился втягивать в панцирь чувства. Он становился виноватым просто. И от него сразу все отставали. Его никто не трогал. И когда, допустим, на наставление встаешь, слишком грубо, допустим, что-то так жестко говоришь, он раз, и виноватым становится. Ты мотивируешь, и думаешь, ну ладно, не буду его трогать. Хороший человек. Если вы по нему проявляете гнев, значит, вы наказаны. Вы хотите избавиться от наказания или хотите стать хорошим человеком? Если вы хотите стать хорошим человеком, не надо развивать в себе смирение. Надо просто делать добрые дела. Бог вам даст смирение как награду. Человек не должен себе вообще ничего развивать. Если у него что-то нет, значит, он наказан просто и все. Наказан, надо принять это наказание. Вот как сделать так, чтобы дойти, вот ты обкакался на улице, как сделать так, чтобы нормально дойти до дома? Если ты не принимаешь, что ты обкакался, то ты будешь идти вот так вот. И все увидят, что ты обкакался. У тебя начнется вонять, и все прочее. Ну ладно, вонять по-любому будет, но все увидят, что ты обкакался, потому что ты будешь идти вот так вот. Неприятная ситуация. Надо идти, как будто ничего не произошло. Надо принять, что ты обкакался и просто нормально идти. А воняет, ну бывает, там пухнул, там всякое бывает. Ну что делать? Ну по крайней мере по-человечески хоть до дома дойдешь. во всем нужно принятие, понимаете? Вот ситуацию, в которую ты попал, надо принять. просто. Да? Как? По радио даже, спасибо им большое. А я тут такие слова говорю, жена, наверное, тоже слушает все, меня в конце. Она контролирует мои речи. Ругает меня за такие слова. У мужчины у мужчины ответственность проявлена внешне, а у женщины она скрыта. Доброта есть у мужчины и у женщины, доброта у мужчины скрыта, у женщины проявлена. Нежность есть у мужчины и у женщины, Нежность женщины проявлена, у мужчины скрыта, ее не видно. Твердость характера есть у мужчины и у женщины, твердость характера у мужчины проявлена, у женщины скрыта. Все качества характера есть у того и у другого, и они всегда совпадают. Если мужчина ответственный, женщина тоже ответственный. Мужчина храбрый, женщина тоже храбрый. Просто храбрость женщины не видна, она скрыта от вас. Но все люди всегда одинаковые По крайней мере в отношениях друг с другом Бывают такие черты характера у человека, которые не проявляются в отношениях Но значит они проявятся в отношениях с друзьями, еще с кем-то Понимаете, бывает человек в семейной жизни, какие-то качества характера не проявляет Потому что в его семейной кармии они не отрабатываются Некоторые люди замечают, что один человек, допустим, в одной семье себя одним образом ведет Потом семья поменялась, совсем по-другому начинает себя вести Это значит, что у него другие черты характера начали отрабатываться Но это не значит, что он перестал быть таким, как он был до этого Внешне проявлять ответственность? Можно, почему нет? Женщина проявляет ответственность близких отношений, обязательно Она говорит, ботинки сюда не ставить Это ответственность Она говорит, собачку в комнату не пускаем, она какает на кровать Это ответственность Говорит, собачка пускай живет в коридоре Это ответственность Она говорит, мы будем есть только вегетарианскую пищу дома Если хочешь есть мясо, пожалуйста, в столовой Это ответственность Он говорит, не можешь, хорошо, я буду готовить тебе и мясо, и вегетарианскую, но смешивать не буду Потому что я хочу есть без мяса Это ответственность Она ставит алтарь дома и говорит, перед алтарем в трусах не ходить Это ответственность Тем более без трусов Это ответственность по-женски Она проявляется в личной жизни Женщина-командир в семье Она командует в семье, в личной жизни Мужчина-командир на работе Мужчина, настоящий, зрелый мужчина Он, когда на работу приходит, он становится львом Когда он приходит домой, он становится ягненком Зрелый мужчина дома ведет себя, как ягненок На работе, как лев Но когда женщину совсем заносит, он в этот момент становится, как скала И тогда она успокаивается сразу Она понимает, что дело пахнет керосином Она уважает своего мужа, потому что он всегда ведет с ней себя по-доброму Какими критериями должна руководствоваться девушка при выборе супруга? Как понять, что данный мужчина от Бога? Я уже немножко ответил на этот вопрос Но если говорить о отношениях в наше время Совместимость не играет большой роли в наше время Самый главный критерий – это стремление к духовному знанию человека Потому что когда человек стремится к работе над собой Все в его жизни поменяется, все изменится Если он не стремится к работе над собой, все останется, как было Поэтому главный критерий – это стремление Причем у мужчин – это стремление скрыто от глаз А у женщин явно И женщина должна просто… Как это заметить в стремлении? Если мужчина согласен, что я хожу на лекции Согласен, что я молюсь. Это значит, что у него это стремление есть. Оно проявится позже. Подождите чуть-чуть. Не надо искать мужчин, чтобы он был святым. Святые мужчины не женятся. Они живут в монастыре. Понятно, да? Да, вчера я не понял. Мне пришли и сказали, что продаются билеты на входе. Надо покупать билеты на следующую лекцию. Я думал на мою. А на мою уже давно проданы все билеты. Это на моих друзей. Пожалуйста, на входе продаются билеты. Покупайте, потому что вы не пожалеете. Человек должен иметь много общения. Не надо только с одним. Как одна девушка мне, когда я заходил сюда, она сказала, я после вас очень многих других лекторов слушала, но всегда возвращаюсь к вам. Я не согласен с этой позицией. У меня не один наставник. У меня много наставников. Когда человек слушает наставления от одного человека, он значит неразвитая личность. Надо развиваться. Надо учиться слушать знания от разных людей. Это значит, что человек становится развитым, многограммным. Он видит связи, отношения между людьми и так далее. Поэтому приходите на лекции моих друзей. Один наставник, другой ученик. Хорошо? Наставник, ученик. Приходите. Вам же интересно, а кто вообще у Олега Геннадьевича, может быть, наставник? Вот и приходите, посмотрите. Ученик тоже интересно. Ученик тоже интересно. Если вы спросите Женю, он ученик, он скажет, да, я ученик Олега Геннадьевича. Если спросите Олега Сунцова, вы наставник Олега Геннадьевича? Он подумает, скажет, ну, скорее, он мой наставник. Это три знака скромности. Я хочу молиться за родных и близких. И стараюсь делать это каждый раз после молитвы. Но мне кажется, будто я делаю это не искренне, формально, супер. Мне очень хочется делать это от всего сердца. Как отступить от этих сомнений и почувствовать, что в моих молитвах сила? Внимательно слушайте меня. Когда я молюсь за своих родственников, это значит, что я сам себя Богом считаю. Попытайтесь понять одну простую вещь. Не надо молиться за родственников, потому что ваша молитва по-любому пойдет к ним. Если вы сомневаетесь в этом, вы просто перед молитвой скажите, это молитва сейчас для родственников, а дальше делайте следующее. Всем своим сердцем и всей своей силой настройтесь на святость. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Пожалуйста, займи меня служением и повторяйте молитву. И думайте так настраивать. Забудьте обо всем, о чем можно помнить. И в тот момент, когда вы сможете отвлечься от проблемы, которые существуют у родственников, в этот момент вы ее начинаете побеждать. Потому что в чем заключается поражение? Поражение заключается в том, что человек фокусируется на боли. Воин, когда сражается в битве, его ранили, у него есть два варианта. Первый вариант – принять судьбу и сражаться дальше, и победить. И второй вариант – фокусироваться на боли и проиграть. Поняли, да? Когда человек думает о родственниках, это значит, что он уже проиграл. Он должен сфокусироваться на святости и продолжать молитву. И когда он начнет забывать про родственников, это значит, что судьба уже потекла в ту сторону. А когда сердце возрадуется у него, и он только о святости начнет думать, это значит, там перемены происходят. А когда после молитвы он вспомнит родственников и почувствует облегчение, это значит, он свое дело сделал. Но если человек молится и думает о родственниках, это неэффективно, потому что он пытается сам себя вытащить за волосы. Понимаете? Нет? Он своими силами это делает. Ты же не можешь ему помочь, что ты о них думаешь? Пусти туда святую силу, для этого думай о ней. Вот это метод, который дает силу. Я это испытывал тысячи раз в своей жизни. Сила означает правильное направление сознания. Но вам будет трудно, потому что сознание будет возвращаться к объекту боли все время. Ничего делать, улыбаться или позировать? Это служение мужу, да. Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Я сейчас вам объясню. Вы должны понять, что если муж требует мяса, надо готовить. Это не грех для вас, потому что вы ему готовите то, что он хочет кушать. Вы не отвечаете за это. Это ваш муж за это отвечает. Это его жизнь. Но если он не требует, готовьте ему лучше то, что нужно кушать. Относитесь к нему сострадательно. Мясная пища – это пища низшего порядка. Она не дает возможность, слишком большой возможности развиваться духовно. Некоторые люди в заблуждении думают, что мясо необходимо человеку для того, чтобы он развивался. Это полный бред. Современные диетологи, современные ученые, диетологи знают, что это полный бред. У нас уже все времена давно поменялись. Просто у людей есть склонность желать мяса. Поэтому многие врачи продолжают советовать мясо. На самом деле, если уж говорить о науке, то у нас в Москве была такая интересная передача, куда пригласили людей, которые изучают вообще питание, науку от питания. Там был, ну сейчас уже не помню должности, был один академик, который изучает питание. Был также человек, который отвечает за здоровый образ жизни в стране вообще в целом. Еще несколько таких серьезных людей и зачем-то меня туда затащили. Я так и не понял. Ну то есть я не академик, там не отвечаю ни за что. Ну так или иначе, меня пригласили туда. И во время этой беседы тот, который изучает питание, он сказал, что красное мясо, это мясо всего крупного рогатого скота, является главным канцерогеном. Это вреднейшая пища. Его тогда спросили, а ты мясо ешь? Он говорит, ну понемногу ем. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что даже ученые уже знают, что мясо — это вредная пища. В 79-м году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ издала резолюцию, что мясо — это вредная для здоровья пища. В 79-м году, посчитать, сколько лет прошло, до сих пор врачи говорят, без мяса невозможно жить. Эта вообще идея появилась от того, что недостаточно серьезно изучали состав продуктов питания. Сейчас уже известно, что все эти незаменимые белки содержатся также в овощах и тем более в молочной пище. Понимаете, да, о чем я говорю? Это уже все забыли эту теорию, а народ все настаивает, что мясо надо жрать. Точно так же, как и есть научные диссертации, которые говорят, что понемножку надо пить пиво. Все эти работы, они пишутся для того, чтобы удовлетворить свое желание. Люди склонны поощрять свои грехи, понимаете? Моя дочка выросла без единого кусочка мяса и рыбы. Вот такая крепкая и здоровая, без всяких проблем. Никакой анемии, ничего такого не было. А если уж говорить об анемии без мяса, то в Омске много моих друзей, врачей, взяли и просто сдали анализы все вместе, и оказалось, что у них гемоглобин выше средней нормы на 10%. Вот вегетарианцы взяли, сдали кровь все вместе, провели научные исследования, оказалось, у них гемоглобин выше нормы. И такие исследования проводились глобальными размерами. Например, во время войны между американцами и Вьетнамом все вьетнамцы вегетарианцы практически, а все американцы в основном едят мясо. Когда молодые ребята сражались и умирали, то когда вскрытие делали, изучали состав крови, изучали строение тела организма американцев и вьетнамцев, обнаружили, что вьетнамцы в среднем намного здоровее, чем американцы. Больше того, есть одна христианская традиция, по-моему, пятидесятники, они вегетарианцы все, они все не едят мясо. 40 тысяч этих человек исследовали, и 40 тысяч тех, кто ест мясо, сделали вывод, что эти люди намного здоровее. Это научные, глобальные научные исследования. Понимаете, почему эти врачи, которые говорят, надо есть мясо, без него не проживешь, почему они не изучают науку? Откуда эти данные они взяли? А я уже говорил. Могу еще сказать. А дети, если просят мясо? Просят мясо? А это значит, что им нужна белковая пища. Вот я сейчас вам расскажу историю. У меня приехал дядя ко мне, родной, мамин брат, приехал в гости, лечиться ко мне приехал. А у нас, я живу под Краснодаром, у нас там выращивают пшеницу без удобрений. И из этой пшеницы, смотрите, что делают. Они берут, вымывают крахмал из нее, остается просто такой белок. Этот белок в народе называется хлебное мясо. Понимаете? То есть остается очень плотный белок такой хлебный. Вымывают крахмал, остается белок. Потом просто берут, добавляют цвета определенных специй и получается колбаса. Докторская колбаса один одному по вкусу. Отличить невозможно. И он просто, я ему нарезал этой колбаски. Он говорит, Олег, ты же не ешь мясо, ты такой подвиг совершил ради меня. Такой раз колбасу ест. Блин, какая колбаса качественная. Мне нравится вкус такой вообще. Где ты такую берешь? Я говорю, ну есть места. И он когда наелся, я ему говорю, ты знаешь, говорю, это колбаса без мяса. Она из пшеницы, из чистой сделаны. И он такой сел, у него реакция была парадоксальная. Он такой сел, покраснел, говорит, гады дурят нас. Это значит, там в магазинах тоже мяса почти нет. В колбасе. Он не смог отличить вкус. Потому что людям нужен просто белок, этот плотный белок. Им нужен вкус этого белка. Им не нужно мясо, понимаете. Некоторым людям нужно просто такой белок. И все. И есть сейчас, продаются даже здесь, мне кажется, в Казани тоже такая колбаса. Можно покупать своим родственникам, делать им бутербродики, пускай кушают. Нормально. Но если он хочет мясо, требует, надо готовить мясо, значит. Это значит, что у него есть потребность. Если вы хотите, я вам открою тайну потребности в мясной пище. В чем тайна заключается? Хотите узнать? Дело в том, что когда сознание человека очень сильно привязано к телу, к телу именно, и наслаждается телесной энергией, то это называется невежеством в жизни. Потому что сознание должно хотя бы к уму быть привязано. Когда сознание к уму привязано, то человек интересуется поэзией, искусством, живописью. То есть он интересуется стихами, песнями. То есть у него изысканный такой вкус. Когда сознание привязано к разуму, очень сильно пропитывает разум, тогда человек интересуется священным писанием, нравственностью, чистотой, святостью. Понимаете? Но когда сознание пронизывает тело, очень сильно привязано к телу, тогда человеку очень сильно нужно пополнять энергию телесных удовольствий. И энергия телесных удовольствий пополняется с помощью плоти животных. Для того, чтобы наслаждаться телесным счастьем, это секс, лень, комфорт, балдеж вот этот в жизни. Для этого нужно есть мясо. И когда у человека сознание очень сильно пронизывает тело, он не может без мяса жить. Потому что он чувствует себя истощённым, у него не хватает сил. Когда сознание погружается глубже, оно начинает пронизывать… Сознание — это энергия души. Когда энергия души пронизывает тонкое тело, тогда у человека меньше потребности в мясе. Но у него появляется потребность в очень изысканной пище. Начинает готовить очень изысканно. Когда сознание пропитывает разум, тогда человек хочет освещенной пищей, ему больше ничего не хочется есть. Понятно, да? Так меняются вкусы у человека, само собой. Поэтому не надо людей мучить насчёт мяса. Вино тоже не случайно. Вино разжигает плоть. Если мясо питает плоть, то вино разжигает плоть. Оно увеличивает склонность, жажду к плотской жизни. Когда человек выпивает вина, ему хочется секса, ему хочется наслаждаться жизнью. Понимаете? Балдеть, ходить. Понятно, да, система? Поэтому люди, которые не занимаются самосовершенствами, им всегда будут хотеть мясо и вино. С ними ничего не сделаешь. Для того, чтобы люди теряли вкус к этому, надо больше давать им знания, как быть счастливым. Когда люди изучают это знание, у них всё отваливается само, и вино, и мясо отвалится само, потому что в них потребность пропадает. Вот и всё. Не надо мужа говорить, мясо не винайся. Это его потребность. Меняйте атмосферу в доме. Больше молитвы, больше чистоты, больше духовного знания в доме, и мяса будет хотеться меньше. Всё элементарно. Да? А что вы думаете о допустиме питания, как сыроедение? Сыроедение — это питание, которое помогает тем людям, у которых много огня в организме. Вот допустим, смотрите, если человек постоянно болеет воспалительными заболеваниями, ему постоянно плохо, у него постоянно вялость, ему жарко постоянно, он не может по ночам спать нормально, ему душно, нарушен сон. Поднимите руку, у кого такое состояние? Вот если вы начнёте есть больше сырой пищи, вы выздоровеете. А есть люди, которые вообще не могут варёную пищу есть, им нужна только сырая пища. Например, болезнь сахарный диабет — это тоже заболевание, при котором нужна только сырая пища. Потому что оно возникает от излишнего огня в организме. Этот огонь сжигает поджелудочную железу. Когда человек начинает только сырую пищу есть, он или выздоравливается с сахарного диабета со временем, или, по крайней мере, не сильно им болеет. Понятно, да? Если уже поджелудочная железа истощена. Таких людей единицы. Если человек, который не имеет такой конституции и начинает употреблять сырую пищу, то ему месяца 2-3 становится всё лучше и лучше жить. Потому что сырая пища очищает тонкие каналы. Это один из методов омолаживания организма. Но когда тонкие каналы очистятся более-менее, и человек продолжает есть сырую пищу, то его психика начинает сильно напрягаться. Он начинает психовать, с ума сходить. Поэтому каждый человек может 2-3 месяца поесть только сырую пищу. А может быть и меньше. Как только психика начала напрягаться, надо это заканчивать. Но в целом, так как люди перешли из леса, вот, допустим, в деревне не нужно сыроедение. Там человек питается воздухом, землей, деревьями вокруг. Понимаете? Ему не нужна сырая пища. Наоборот, сырая пища для него вредна. Ему надо вареную есть. Вот когда человек живет в городе, одни дома вокруг, понимаете? Он живет в инкубаторе этого камня. Ему не хватает психической энергии, которая исходит из свежих растений. Поэтому человек, который живет в городе, должен как минимум 50% пищи есть сырой. Можно выращивать на подоконниках петрушку, укроп, если дорого покупать это все. Это растет, как не знаю что. Чуть-чуть света и пошло расти. Вместе цветов посадите дома. Петрушку, укроп, салат. Срывайте это все. Любые семена, какие только есть, любые семена. Возьмите сито, самое мелкое сито. Насыпайте эти семена в это сито и поливайте вот так. Через 2-3 дня они все прорастают. Все семена, которые можно есть, это специи. Все специи прорастают. Прорастите специи и потом в салат добавляйте. Это даст вам силы и энергию жить, быть здоровым. Понятна система? Да? А у нас по семейным отношениям лекция или по мясу? У нас тема затрагалась. Я бы хотел вернуться назад, потому что многие люди пришли с целью сохранить семью, победить свою. Давайте забудем про мясо, все нормально. Почему мы так сильно об этом думаем? Стоит ли мне делать какие-то шаги для улучшения отношений со сверхуровью? Или просто принять ситуацию? Так принять ситуацию, это и означает делать шаги. Первый шаг – это принять ситуацию. Нужно молиться. Первое, что происходит – я принимаю свекровь. Дальше молюсь. Я нашла в ней что-то хорошее. Дальше молюсь. У меня с ним начались отношения. Я могу приходить к ней домой, помогать ей в работе. Самый лучший способ принять человека – это служить ему. Запишите, это важно. Если вы хотите человека принять, делайте что-то для него. Просто делайте. Не надо приходить и отношения выяснять. Принесите цветы. Принесите что-то полезное ей в дом. Ничего не говорите. Нет отношений, не надо разговаривать. Невежественные люди выясняют отношения. Страстные люди держатся подальше, сохраняют каменное сердце. Благостные люди служат человеку. И это служение дает возможность восстановить отношения. Разговоры не помогают восстановить отношения. Значит, это слишком рано, преждевременно. Начните отношения просто с пожелания счастья. Установите контакт в сердце. Потом не носите слишком много. Просто, допустим, позвоните и скажите... Я рада вас слушать. И кладите трубку. Она будет улыбаться потом. Уже какое-то отношение. Потом можете позвонить, сказать, сегодня такая хорошая погода. И положить трубку. Ни о чем просто скажите. Радостную новость. Или еще какую-то радостную новость. Потом приходите и принесите один цветочек. Или полцветочка. Зависит от того, сколько она может принять от вас. Начните с малого. Иногда можно делать тайком. Пришли домой. Она, допустим, пошла на кухню. А вы в зал раз там помыли пол. Я говорю, ты что здесь делала? Нечаянно пол помыла. Больше не надо. Хорошо. В том раз прибралась на кухню в ванной. Ты что в ванной делала? Прибралась. Больше не надо. Я же тебе говорил, не надо. Так я же не мою пол, я прибираюсь в ванной. Все это сопровождается трудностями, потому что вам больно и унизительно. Но надо это делать. Надо идти вперед. Пищить и лезть. Понимаете? Так надо действовать. Вперед. Есть такая картинка. Цапля заглатывает жабу. И жаба держит ее за руками. То есть она ее заглатывает. И руки вот так по бокам. И руки держат за ее. За шею. И картинка называется «Никогда не сдавайся». Она не может заглотить, потому что ее не дают. Руки за шею держат. Надо принять сначала ту ситуацию, которая есть, и потом дальше вот в позитивном ключе двигаться. Молитва, служение. Молитва, служение. Даже сама идея служить человеку, который тебе не нравится, она и то тяжела. Но надо эту идею тоже в молитве получить. Надо захотеть служить этому человеку. С помощью молитвы захотеть служить. Потом дальше двигаться. Дальше, дальше, дальше. И постепенно придет победа. Я хочу вам выразить благодарность, но не знаю как. А, нет, это не ко мне. А, нет, ко мне. Олег Геннадьевич, я испытываю, наверное, ко мне. Я испытываю огромную благодарность человеку, который помогает мне, дает мудрые советы. Но я надеюсь, что ко мне. Я очень хочу как-то выразить благодарность, но не знаю как. Не знает, как человек отреагирует. Плохо отреагирует. Предлагаю вам такой вариант. Если человек действительно хочет выразить благодарность, то он делает то, не что хочется ему, а что хочется тому человеку, которому хочется выразить благодарность. А знаете, что этому человеку хочется? Чтобы вы не только здесь, но и дома делали то, о чем мы с вами говорим. И когда вы это будете делать, и придете на следующий год на лекцию, и скажете, Олег Геннадьевич, а я все делаю. У меня в сердце знаете, что произойдет? Счастье произойдет в сердце. Мне больше ничего не надо. Я хочу, чтобы вы были счастливы. У меня нет других желаний в жизни, каких-то интересов. Поэтому сделайте это, просто сделайте. Если вы хотите быть благодарным, сделайте то, что мне хочется, а не то, что вам хочется. Некоторые мне приносят, что-то несут, несут. Вы лучше это сделайте просто, и все. Это будет благодарность. А больше ничего не нужно. Хочу жить в Европе, Австралии, Германии. Да езжу туда, чувствую себя в своей тарелке. Постоянно ищу способы уехать туда. Здесь не связывала себя ни с кем. В плане отношений. Есть этот человек? Поднимитесь. Я хочу посмотреть на вас. Кто пишет? Да, вам там надо жить, сто процентов. Вы замужем? Нет? Не замужем. Ну, езжайте туда. Там вам лучше будет. Иногда бывает так, что человеку нужно переехать. Он не может здесь жить. У него другой менталитет, другой склад характера. Вам надо туда переехать, там вам будет лучше. Иногда так бывает редко, но бывает, что человеку надо переехать. В основном не надо. Иногда бывает надо. Поэтому я вас поднял, чтобы увидеть, удостовериться, что это так. Вам, вы там выйдете замуж. Вы сможете найти себе человека. У нас с мужем нет общих интересов, как привлечь его внимание к себе. Это мучает вопрос всех женщин. Что сделать, чтобы он относился к моим увлечениям уважительно? Классический вопрос. Ответ тоже классический. Я уже три лекции на эту тему говорил. Не надо думать о том, чтобы он к тебе был привлечен. Надо ему служить. Это подмена, понимаете? Когда ты хочешь, чтобы он тобой интересовался. Это значит, что он будет еще меньше интересоваться. Это замкнутый круг. Что там такое? Вы смотрите туда. Вроде бы я самый интересный здесь. Может, вы устали от лекции? А, уже пора заканчивать лекцию. Ну, я надеюсь, что я... Вот осталось, смотрите, вот осталось. Вот. А вот это вот я ответил. Вот, вот. Нормально же, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, я заговорился немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас с вами последний день встречи сегодня. Я обязательно приеду еще. АПЛОДИСМЕНТЫ Не скучайте здесь, потому что есть клуб «Благость» здесь, в городе. Можно приходить, обсуждать лекции, дружить. Если хотите прям совсем погрузиться, еще есть несколько билетов, можно приехать на фестиваль «Благость», который будет 16 мая в Анапе проходить. Там две недели, очень постоянно лекции. У меня две лекции в день там. Постоянно концерты по вечерам, нравственные песни, йога, танцы, духовная практика, все, что хотите. Там просто погружение полное вот в эту деятельность, которую мы с вами здесь по три часа проводили каждый день. И пища тоже с молитвами приготовлена. Все полностью почувствуете, понравится, будете счастливы. Многие приезжали уже из этой команды туда. Просто можете общаться, я советую особенно девушкам, незамужним. У нас есть группа ВКонтакте, называется «Сакон о счастливой жизни». Прямо на сайте у нас можно найти. В этой группе уже порядка 200 тысяч человек. Но неужели вы из 200 тысяч человек не найдете себе близкого человека? Надо общаться там, быть активным. Все люди слушают лекции, интересуются правильной жизнью. Вот такие советы. Не скучайте, короче. Вам Казань понравилась? А мне всегда она нравилась, Казань. Когда первый раз приехал, я приехал и зашел в собор Казанской Божьей Матери. Я увидел там вокруг иконы много цепочек серебряных, золотых. Вот такую вот кучу. Я подошел к священник, говорит, что это значит? Он говорит, мы снимаем цепочки. Раз в полгода снимаем цепочки. Я говорю, а что цепочки-то значит? Он говорит, а вот каждая цепочка означает, что чья-то жизнь спасена, чья-то семья спасена. Люди просто молятся этой иконе. Когда спасается их судьба, они приносят вот эту цепочку и вешают. Вы в таком городе живете, мои хорошие. Где такая икона есть. Вы живете в городе, где люди в национальных одеждах ходят. Понимаете? Это означает, что в этом городе есть культура. Это значит, что она не вымерла еще. Я знаю, что в некоторых местах уже без штанов ходят с плакатами. А здесь ходят в национальных одеждах. Это означает, что мне очень приятно приезжать в такие города. Очень приятно. Спасибо вам. Приходите все в национальных одеждах на встречу. Давайте будем желать всем счастья. Уже поздно. Я не могу людей задерживать. А? Я не смогу. Потому что даже крупные города, в которых живут по миллиону, по два людей, я не могу все объехать. Везде приглашают. И я не могу ездить по меньших городах. Просто это значит, что людей обманывают. Потому что с маленьких городов все стекаются в крупные, допустим. Здесь ведь не только из Казани люди сидят. Вот вы из набережных Челнов. Кто из других населенных пунктов? Поднимите руку. Видите сколько? Смотрите вон. Видите? Все приезжают. В крупный город все приезжают. Все сели прямо. Да. Кому надо идти, пора. Выходите, пожалуйста. Я на вас не обижусь. Можно выйти сейчас, а потом мы начнем желать всем счастья. Надо вспомнить святость. Вы знаете, что это такое. Мы много раз уже говорили. Кланяться, кланяться, кланяться. Попытайтесь отвлечься от своих проблем. Попытайтесь думать о служении. И повторяю, я желаю всем счастья. Просто чувствуйте доброту людей. Просто почувствуйте, что рядом добрые люди сидят. И вот в таком сознании надо углубляться в отношении со святостью и просто спокойно, по-доброму повторять, я желаю всем счастья. Первое, что произойдет в вашем сердце, на что не надо обращать внимание. Продолжайте делать то, что вы делаете. Произойдет то, что вы станете спокойствием почувствовать в сердце. Это значит, что ваша судьба уже в руках божественных сил. Спокойствие почувствуйте. Следующий этап, вы будете продолжать, я желаю всем счастья, вы почувствуете знания. Неожиданно вдруг вы поймете, что вам делать в жизни по поводу того события, которое вас беспокоит. И третий этап, когда вы дальше будете повторять, я желаю всем счастья, и будете сильно концентрироваться на святости, вот здесь, прямо в сердце, вот здесь вот, вы почувствуете силу Духа своего. Вы почувствуете, что вы сильный человек, а не слабый душевный. И это даст вам веру. Веру в сердце принесет. Свою веру. Не чью-то какую-то другую, а свою веру он даст в сердце. Вот я надеюсь, что хотя бы до первой стадии мы дойдем сегодня. Я желаю всем счастья. 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 Я шиваю 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 всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли сюда и были со мной три дня. Субтитры сделал DimaTorzok